Мне кажется, Брюмастер даже какой-то получше. Брюмастер неплохо, да, против Абаддона всегда работал. Классно. Ты просто Абаддона поднимаешь в тимфайте. Арморы можешь там поснимать. Можешь поснимать армор, щитки можешь поснимать. Но мне кажется, что важно вот именно Абаддона выключить в тимфайте, а просто работать под другим персонажем. Брюмастер неплохо выключил. А? 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 Ну, это... А? А? Хорошо, хорошо, Дим, ты прав. Хорош. Дим, ты запретишь. В смысле, а куда этого окунка? Сейчас у меня найт. Хорош, Диман, хорош. Просто это, знаешь, это вот как... Это процесс внедрения в чужие мозги, понимаешь? Я понял. Но это по той же аналогии, как мы вот с тобой обсуждали, это когда ты видишь Рубика в драфте и против него пикают вайперы. Это же хорошо, правильно? Для Рубика. Да. С точки зрения Омника я с тобой полностью солидарен. Рубик, правда, очень-очень радостный, когда он видит Омни на это. Да. Мы просто хотим что-то новое предложить из, ну, пула. Пул-то большой на оффлейн, они не хотят отходить от наигранного. Но у РНГ сейчас большая проблема с выбором персонажа. И это хуси-карт. Я считаю, что это очень такой all-in-овый. А что еще делать? Посмотришься на драфчина. Типа против тебя реально парни, которые обрастут жиром и тебя убьют, а у тебя нет ничего. Я понимаю, но, знаешь, мне было бы, конечно, немножко попроще, если бы я видел прям всю таблицу с пиками. Сейчас как раз покажут. Не-не-не, я имею в виду, чтобы, знаешь, всех героев видел, чтобы мог сказать. Но, действительно, самый лучший вариант был для них Сларк. И, как по мне, это странно, то, что они Лича вначале пикнули на 18-е, а не пикнули Сларка. Потому что это был, ну, наверное, один из идеальнейших персонажей. Причем Хускар, походу, идет на легкую линию, чтобы гонять этого у меня на это. Не факт. Не факт. Не факт. Они могут даже пака поставить в теории и ДК выгнать в лес, что может быть достаточно крепким решением. Потому что ДК с леса, ну, не тот персонаж, который хочет возвращаться там. Орнжи, они умеют свои лайн расставить так, чтобы именно эти лайны были сильные, от лайнов оттолкнуться. Потому что, ну, мы уже видели это неоднократно и в предыдущем как раз карте. Ну, поэтому будем смотреть, как это будет. Орнжи Сетсу поигрывал часто на Хускаре. Поэтому такая опция действительно имеет быст. И еще один момент, это то, что на Орнжи есть, скажем так, запас ошибок. Это правда, да. Они анализируют одну карту, могут поэкспериментировать, скажем так. Ну, короче, мы больше верим все-таки в драфт гифамов, но понимаем то, что Орнжи просто могут лучше сыграть. Орнжи, они очень сильны по игре. А мне кажется, Орнжи, да. Мне кажется, тоже Орнжи. А я на гифам. Ты на гифам? Я тоже буду снова на гифамов. Мы тут, типа, продолжаем традиции, друзья. Ну, а сейчас я просто формирую фаербол и отправляю прямиком Митяя вместе с Воливером. Или нет? Или нет? Или все-таки да. Да, друзья, еще раз здравствуйте. Вторая карта в этой серии Royal Neurgewap и гифам. Первая карта прошла довольно просто, и китайский коллектив показал, что он намерен доминировать и выиграть эту серию. Royal Neurgewap воспользовались долгой паузой, обсудили, что им брать сейчас, и пока герои, кстати, довольно интересные получились. Максимально интересные. То есть тот самый one-way push сейчас что-то такое будет. То есть игра, которая подразумевает, что они либо быстро закончат, либо гифам эту карту выиграет. Ну и посмотрим, получится или нет. Потому что гифам тоже имели паузу в то же самое время, имели возможность обсудить, что пошло не так. И подобрали очень хороших героев себе по итогу. То есть они внушают больше доверия. И обсудить, что пошло не так, все эти моменты искренить и, само собой, попробовать их исправить уже сейчас. Ну и лично твой прогноз. Как ты считаешь? Вообще надеюсь на 2-0, исключительно потому, что обычно именно китайские игроки, вот началось это с прошлогодних e-home, научились играть с хускером правильно. То есть понимать, что он не на первом уровне там типа идет, всех убивает, а вот набрав определенный пул слотов, ну например, там условно 4 алибарда, как делал Miracle, ты ничего с ним сделать не можешь. То есть ты просто идешь и просто побеждаешь. Вот у нас первые уже стычки пошли. То есть агрессия. Я вижу, что RNG идут аж 3-пу, я пришли к этому виспу. Ну типа концепт именно такой, что ты можешь пойти, допустим, у тебя будет там армлет и все, но с тобой могут справиться. Но если у тебя будет армлет, сатаник, допустим, БКБ, любыми вариантами, которыми обладает команда противников, они тебя уже не пробьют. И вот важно встать и дофармить их. Любопытно, что появился гримстрок. Я его долгое время уже в играх. Вот лично те, на которые я именно попадал, не видел. Героя не использовали. Здесь у нас, к тому же в драфте имеется ДК, у которого есть рейндж форма и станция ответственная. То есть можно будет две цели закрывать. Как было сказано на аналитике, это, возможно, хороший очень даже вариант против пака, которого будет удаваться ловить. Ну и все еще висп с герокоптером пытаются как-то поджаться к руне. Надеются, что что-то им тут выпадет. У них не получилось. И причем еще здесь, снизу тоже удалось одну из руна джать в сетсу. Да. Напакивает, раз не в центре стоит. И три к одному. Старт хороший. Даже будет интересно посмотреть, вот, ну, пака я в миде вижу, пусть и не первый раз в этом патче, но все равно тоже интересно. Всегда ли вот один и тот же билд шаблонно или что-то интересное. Я думаю, что это изобретут. И я гляжу, что Тикфан, судя по всему, поскольку сами играет с Хускаром, примерно представляет, что с ним делать. Мы тоже выявили вчера с ним игру, получается, закрывающую первую карту. Был 22-й тикодрафт Хускар как раз-таки. Здесь вот увел крипов. Хускар не то чтобы хорошо умеет играть крипов под вышками, то есть на самом старте урон у него не очень много. Но АДК там с топориком, всеми делами сейчас в один из тебе и левел, и деньги. И вот раз, вывел, два, вывел, три, вывел. И вроде как линию, которую тяжело стоять, уже и нормально стоишь. Да, это напоминает вчера один из зеркальных матчапов, только там был АТА, это были Нипы, там тоже парень увел крипов. Да, курьеру удается забрать, все дуду получать деньги. Причем курьеру не успел донести им на предметы, то есть у тебя потеря денег, у тебя потеря регена. Радуюсь, что они стоят тут полу-треплой на старте, и силен это было сейчас, что возможно им и не понадобится здесь этот лишний реген. То есть того, что есть у Абадона, просто может хватить. Вот гирокоптер с виспом. Тоже такая довольно интересная и популярная комбинация. Много магического, опять же, урона у гирокоптера. Гирокоптер, по идее, не слишком вынужден его не форс отбрать в Блэкинг Бар. У него есть страховочка, можно пытаться одеваться в жир. Причем я видел варианты даже, где не фейзы покупаются, а, к примеру, ПТ, уплотняясь таким образом. Интересный выбор, конечно, на ПТ. Но много есть вариаций, много есть игроков на гирокоптере. И ты можешь, допустим, взять какого-нибудь, ну, я не знаю, там берем условно Антона. Там винрейт колоссальный, берешь комнате ЛТВ, у него на гирокоптере там 28%. Это при том, что игр сыграно очень много. Да, и того, и другого, и так далее. Поэтому тут очень много здесь того, кто и как играет. И тут фишка в том, что равен на любом герое. Просто показывает всегда высочайший класс. Это вот один из, наверное, лучших кэрри вообще всего всей региона. Поэтому я допускаю, что и здесь он тоже исполнит на ура. Как и вчера на гирокоптере у него 20 лет, так, возможно, и сегодня тоже получится. Другое дело, что столкнулся он, будучи стандартным простым гирокоптером, со стратегией, которая рассчитана на то, чтобы гирокоптер не успел это все выформить. Ну и ты посмотри, как тяжело приходится ДК, ему приходится вообще захотеть на вражескую часть карты и поджидать крипов, чтобы что-то забрать и чтобы что-то увести. Потому что линия против Ускара для него просто ад. Тем временем нападает на Лича, и похоже, что это Ферст Блад, да. Ферст Блад для Акзейфера и команды Гигфа. Ну супер, но Сет сейчас еще успеет накидать пару тычек по одному, по второму. Может быть даже сделать фраг, отлично подпрыгнул, сбил фласку. Но похоже, что фраг сделать не получится. Удачно выбирает траекторию отхода. Тем, что он сбил фласку, может быть, это даже и лучше. То есть очень часто на старте игры в Элью умереть больше, чем убежать с ней на фиде, потому что ты теряешь, условно, полторы-две патчи крипов, которые ты потом не можешь нарезать ни по экспе, ни по деньгам. Ну там, судя по всему, его коллеги фласка была, он ей поделился любезно. Судя по всему так, потому что подрегнился очень быстро. Но опять же, получается, на одну вылазку выбили две фласки, и ФБ Лича я допускаю, что того плюс-минус стоило, потому что самый главный концепт любой пятерки, может быть, даже любой четверки, чтобы твоя третья позиция и позиция номер один фармила. Здесь, как ты видишь, пак максимально не пострадал в этом файте, и сейчас, возможно, будет ответный выход. Да, залезает в лес зачем-то, а не в сторону вышки. Причем странно, что повесил Инксвелл на... Он не на это, а не на себя, потому что гнались именно за ним. Да, ну, судя по всему, сейчас его добьют, да, и супер делает ответный фраг. И вот, вроде как ситуацию подровняли, но опять же, при этом минус две фласки, и пак на фулах. Со стиками все хорошо. Также преимущество по золоту в пользу РНГ. Здесь типа ДК когда-то начинает плюс-минус стоять, когда у него появляется большой драгонблат, ну, из-за расчета, что там в тебя кинули сколько-то кобин, и между пачками ты успеваешь их плюс-минус берегенить. Тут еще играет роль то, что он на линии оставался в то время, как ДК не фармил, не получил опыты. Банально герой получит шестой уровень быстрее и уже будет... Да, он может убить. Но опять же, с любым плюс-один он точно будет убивать, и это проблема. То есть данный Хускар с фул фрифарма потом будет большой головной болью для гигфам, и непонятно, чем его убивать. То есть ты смотришь на пул героев, у нас есть чистый, наверное, урон с префекейшн от омник, и все. Все станет героя не очень быстро и не очень больно, где мы будем делать. При этом один надежный стан только имеется. Ну, то есть если не рассчитывать на саулбинт, да, и если вот еще ракета-гирокоптер, ну, опять же, ее можно разбить, считывая, что огромный так спит обычно на ЛУХП Хускара, это не составляет особого труда. Да, я согласен. Вы просто вчера даже с тобой видели игру, мне кажется, я ее и комментировал, где был Хускар, и который нужно было убить под Виспом и под Абадоном, и это совсем не получалось сделать. Здесь Виспо нет, но есть другие герои, хорошие сейвы, и самый главный хороший темп, и Ку-Ку погибает. Неплохо. Вот вспоминаю, как, опять же, Ройл Неврагива поиграли сами с Виспом, сами прекрасно понимают, что это за персонаж. Там он, правда, в матче, насколько я помню, Лансеру помогал. Про СТБ, да, когда я матч играл? Да, и вот суть именно в том, что, очевидно, слабые стороны известны, очевидно, команда понимает, что Виспо будет основной проблемой, которую стоит лучше сразу убрать с дороги. Ну, сказать, что Гримстрок тоже огромная проблема, да, клевые скиллы, несомненно, персонаж 0 тоже довольно хлипкий. Сам по себе, как бы, герой каких-то эскейпов не имеет, возможности уйти из-под атаки тоже нет. Опа-чай, у нас с тобой суммарно на матче, конечно, коэффициент такие, для них вам довольно плачевные, 1-0-5 на 8 с половиной. Опять же, это, наверное, самое большое за весь турнир, пока коэффициент, который мы видели. Ну, удачи им. Кстати, вот. Веры просто ноль. Интересно, что хускарты на ЛУХП стоит на линии, и понятное дело, что штуерн у него появился, все больше и больше, наверное, желаний, руки почесывая ета для того, чтобы напасть на ДК, но подвышку интересно может получить ситуацию, типа ДК кидает стан, на ЛУХП просто брисфайром там задувает. Ну да, и ты его не убиваешь. Так вот, о чем и речь шла в начале нашей с тобой вот этого общения аналитики, что китайские игроки как раз этим не занимаются, очень редко они этим промышляют, что идут в какую-то авантюру и лишний раз видят. То есть ему проще дождаться кого-то, но уверенно убить, или просто фармить криппоп, потому что смотришь на крипста, ты видишь, где находится хускар, где находится пак, где находится абадон, насколько все плохо, он не ксдк. Да, и ДК такой неповоротливый. Да, ему опять же хотелось бы получить разгон, прийти как-то, допустим, сломать вышку там на шестом из-за формы дракона. В итоге, он к своему шестому вышку уже потеряет. Сейчас, кстати, возможно, и здесь заберут укун, да, это химон грязь, нет, вроде как справляется, вроде как живет. Хотя пак допрыгивает, но рядом вроде никого нет, и в центре сейчас будет заварушка, дополнить тебе. Тут, наверное, надо было пытаться делать ТП, а тут, наверное, не было, да, на центре в это время забирают супера. Супер разобрали, но это саппорт, и пак, получается, соло убил у меня на это, то есть у него и так ситуация плачевная. Теперь пак получает еще один фраг, получает левел 6, сейчас где-то пойти за Ригень Ману, принести кларетку, Мангоса, что угодно, и стоять душить дальше. Ну, из любопытного то, что все же была перетяжка от гифам на сенсор, они не позволили безнаказанно Хускару атаковать вышку, и заставили его просто развернуться, пойти дальше, пармить свой вес. Да, ему так, то есть, опять же, погиб. И тут тоже ситуация очень смешная, потому что изначально нападал на Абадон, а на Герокоптер стянулся сюда супер, помог, дал Синистер Гейс, и в итоге сами убивают игроки РНГ Герокоптера. Какая неудача для Рейвена. Да, не успел, видимо, подсчитать монопулу, кукдаун или еще что-нибудь, что было у Абадона, поэтому такая ситуация случилась, что он просто обнял щит, урона не хватило, нажал стики. Да, но здесь, конечно, четвертка Куна, шестого пака. Опять же, сейчас, возможно, еще и с левелом просто перестанет добивать Арбудо. Максимальный левел он начнет, чем Максит Сайланс, и когда у тебя там 4 секунды будет отдых, и будет полная беда. А Ренталон, да, Хускар, еще немного ускорения фарма. Да, стоит в лесу, это упростит задачу. Вообще, ну, Герокоптер-то имеет не самый большой рейндж атаки, это тоже проблема, на самом деле, ты стоишь против милишника, который просто дает тебе пару тычек, получая дополнительный буст там по МСу, по атак-спиду, и вот приходится стоять где-то под тавром, там, хавать крипов. А тут уже сам Абадон имеет возможность вышку атаковать, в общем-то, наказать его трудно, и к тому же у него тоже скоро появится шестой уровень. Куплен Баклер, есть Аура. Да, они даже на линии пришли, у них был и Баклер, и Трингов Базилиус. Ну вот грамотно очень распределили линии, и этот самый пак явно немножечко сбил с толку Гигфам. И свои линии расставили. Ну, они планировали, видимо, да, что пойдет. Первоначально добирая на лаз драфт Омника, что именно там пак уже точно ми, там вот это вот все. И вот такая вот ситуация со свапом, конечно, не в каждой команде, не в каждой игре встречается. Но тем интереснее смотреть, потому что это все равно какая-то заготовка, какая-то информация о команде. Так, и Ку-Ку в очередной раз есть ультимейт, да, от пака. Можно было порвать, на нем был Хэлли Грейс, на самом деле довольно быстро вышел из тана, потому что толку от двух ранжевиков бегать по кругу, если они просто с тебя стоят и стреляют. В итоге погибает Ку-Ку. Да, тут уже на подходе армлет последний буквально, какие-то пачки крипов. 400 голды буквально, там 300 добиться. Так и опять же, нечем толково бороться с этим армлетом, опять же, нет каких-то противных способностей, видно, что смотрится он очень уместно на Хускаре. Да, и опять же, если я прав, иногда такое случается, то он не пойдет драться, а просто дофармит себе там алибарду какую-нибудь, там может быть сашу яшу, ну что-то, какой-то следующий слот. Может быть два, и только потом они вот суммарно соберутся пятером и пойдут. Так, и тут снова не возникает необходимости. Команда лидирует по убийствам, команда держит все свои линии под контролем, у команды преимущество, о котором она явно догадывается. Дальше десятая минута аутпосты проконтролить. Кстати, десятая минута аутпосты. Он же реально может успеть собрать армлет до десятый и просто пойти где-нибудь в топ и выгнуть всех, пока команда забирает снизу. Да, а там глядишь и выход в одну из Т1 вышиб. Да, еще Ошенхарт выбил плюс статы. Ну, слушай, хорошо прямо все для монета. Арканринг отдал Личум. Теперь у него как будто бы есть старый Дарпакт. Постоянно ман не кончается, а здесь ПМС для Гирокоптера. Да, ну, для ДК. Конечно, очень плачевая ситуация. Мне не очень нравится выбор в пользу Мидоса. Понимаю, что нужно как-то реабилитироваться и денег где-то раздобыть, но это, опять же, оттягивание возможностей просто компетентно присутствовать в сражении. Пользы очень мало. Герои неповоротливы. Да, два брейсера. Это здорово. То, что куплены были заранее, то это скорее была необходимость острая. Я говорю, потому что противник и так явно планирует через какое-то время пойти вас ломать, и ты тратишь сейчас 2000 голды просто в то, чтобы потенциально когда-то заиметь много денег. То есть это крайне редко срабатывает. Так, ну и снизу не стали перетягиваться. В итоге по баунтеру мы посмотрим, что будет. По вотпостам 1-1. Ви баунтеру на минимуме забрали никпам, что уже хорошо. Да, Висп делает телепорт спокойно, ну и здесь Хускар будет ломать вышку. В этом плане даже об этом немножечко поможет. Да, причем делает ПТ, потом будет делать БКБ. И есть желание даже подтянуться к боту, попробовать, наверное, свою вышку защитить, потому что здесь тоже стягивается. Да, было бы неплохо это все увидеть. Пошел телепорт уже отличая, у него есть новая. Но непонятно, то есть идет, там драка не идет. Смотрим, как фармит ДК. Но очевидно, драка шла. Теперь надо цеплять. Есть Дримкоил, есть Кугау. Не ракоптер, но это атака по Абадону, у него есть ультимейт, ему попросту плевать. Опа, Висп засейвил. Ты видел? Да, 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 на релоките. Гримстрок должен спастись. Очень красиво все сделал, но опять же, он с вас Грима, очевидно, похоронив себя, то есть его нужно сейчас будет кем-то подобрать. Это будет очень непросто сделать. Секунда, возвращается, не успевает. Рубен его тут же поднимает, и это минус в дубу. Ну, круто сделали все. Во-первых, стянулись на топ, захватили как бы аутпоз, снесли вышку, смогли сделать ТП вниз. Сделали фраг там, да, и вот это новость, 1-0-1. Следующий коэффициент, который мы увидим, будет, чтобы в любом случае там будет 0.99 уже на РГ, потому что я эти цифры даже не видел. Никогда в жизни, мне кажется. Да, ну, очень уверенно. Причем смок пак плюс Рубик понимает, что смок пак. Это ДК, очень медленный ДК, без ботинка даже, который до сих пор куча замедла. Полетел ворованный параш от Рубика, а висит щиток. Очень больно. И, конечно же, фраг растет все обсуждать. Да, и команда решила даже не пытаться по тегис, хотя уже и виспызть, как бы вроде бы и живой. Так, ну, следует далеко заходит, ловит. Пока его сейвит Абадон, этого не хватает. Умирает по итогу пак. Потом пока в дизейбле. Тут Кускар со своим ультимейтом. Есть, конечно, связка, только лучше с кем. Не с кем. С Рубеном у него была связка, но он вроде как ультимейтом выпрыгнул или типа того, там, порвалось и все. Не суть важная. Пак не рассчитал стрелёнок. То есть он мог пытаться вернуться от Дука, но не смог ни одну обилку нажать, и в итоге пытался отдыхать в таверну. То есть вообще не так. Он мог не вернуться, мог сломать его. Все время было у него, и у Абадона постучать дальше. Там кто-нибудь был бы. А старший, что-нибудь еще. Ультимейт гирокоптера у Рубика теперь имеется. А вообще то, что у Рубика и Аура, и все, работа разве сильнее, там, по идее, и замедление будет дольше, и урона больше. Так, тут у нас кто? Это Омник? Да, это Омник, ему снова неприятно влететь в монет. Да тут схема, прыгает кускар, вешается замедление. Так вешается щиток на него дополнительно, чтобы он после этого не сразу умер. Получается армалет, и ты ничего не можешь ему сделать. И вышка падает. Медас готов, две вышки упало, и по фарму 6 тысяч перевеса. Ну сколько ему еще? Минут 10 минимум потребуется, чтобы какой-то ботинок, даггер или шедлблейд, купить, что он выберет в итоге. Так непонятно, да. Попытка бэкбэ сразу. Просто за это время у кускара слишком много будет, и летит человек винист, сейчас будет попытка кого-то здесь поймать, но вроде как они то ли на вижене это делают, то ли еще чего, в общем говоря, среагировали, отошли. Ну то есть либо видно был телепорт, либо было видно, что они улетают. Да, и вот одно дело хвалить команду и просто говорить о индивидуальном отыгрыше, а другое дело, что именно момент с противостоянием на центральной линии героям, которого совсем не хотели и не ждали. Гигфам их как раз и поймал. Сильно подскосил, да, и опять же вот сейчас Хускар ПТ, потом Хускар БКБ, и ты понимаешь, что ноль обилок на него будет работать после этого. То есть герой, который просто заходит и плевать на все, начинает разваливать тебе кабинеты. Да, на команду есть Владимир, Абадон опять же всех страхует, у пака появляется Юл. Да, по шмоткам, ты видишь, почти все раздал, осталось только Оушенхард. Талон отдал Абадону. Аркандринка отдали Личу в ответочку. У нас ПМС. Тут просто нет ни одного фактически цельного артефакта, только барабаны, которые я вижу, и все. На что опираться? Непонятно. Ну и какова дальнейшая цель? Что это? Убийство Рошана? Ну смотри, ну да, добираешься латы, убиваешь Рошана. Под Владимиром, например, можно даже прямо сейчас пойти. То есть им нормально будет даже застать драку прямо здесь и прямо сейчас на этом Рошане, потому что если противник отдает Рошана, ну вам как бы ок. Если он приходит драться, то сил в узком проходе за счет пак, за счет ульты реча достаточно, чтобы подраться и выиграть. То есть их это полностью устроит и получив Аэгис, они реально могут просто пойти по стороне какой-то и до конца. Я когда понимаю, что Рубик может своровать тот же Heavenly Grace. Дополнительно, но это совсем будет. Да, и убийство Рошана. Очень раннее, очень быстрое. Впрочем, как обычно с Ускаром и бывает. Ну, крайне уверенно. Семь тысяч на четырнадцатой минуте, это вообще словно разные весовые категории. Да, судя по всему, Смиря Торшана не сильно удивила, скажем так, ДК, то есть она стала стоять на линии и могли вот сто процентов на него напасть, но решили этого не делать и сейчас Флавин выходит, ловит сам, ловит бараш, жмет свой ультимейт и ноль. Ну, команда рядом, могут помочь. Должна помочь, потому что, ну, если бы они хотели напасть на ДК, они бы напали сразу, если бы они пошли искать кого-нибудь еще и, возможно, их устроил бы вариант найти Геррокоптера с Висповым, но, судя по всему, фрага не случится, бегают по Вижену, чуть их должно было быть видно и тем самым Грим тоже вроде уходит, хотя нет, мы его нашли, пошло нападение на Грима справа, за вышкой. Слишком поздно, да, показали, но мы хотя бы успели. Ну, я ожидаю того, что сейчас снизу Т1 и Т2 вышки будут снесены, вообще ноль причин отступать, тем более, что уже первая вышка упала. Так нет, Салеки сегодня сейчас могут сломать, опять же, потрачен был Глиф, сломать, а нет, это их был Глиф. Короче, сломать Т2, сломать Т3, потому что противник не может перейти драться. И ДК на центре, Дримкоил поймал, Арбу поймал Сайленс тоже, щиток повешен, есть замедление, Ю от Пака. Хорошо, да. Ну, сейчас кого-нибудь закинуть, Чейн Фроуст, что-нибудь поднять. Пока что Рубикс воровал тот самый Хэвенли Грейс. Прилетел у нас от Пака Арба, он на ней все-таки улетел. Тем временем Куку не решает меняться с Септембером. Какая-то очень разнобойная драка, прыгает Пак, опять же, дает рассказ, летает Чайник, тратится Гвардия Нэнджел, очень битый дубу, умирает Вис, можно гнаться по идее за Рейвеном. Пак на Арбе пытается его преследовать, понимает его в Юл. А тем временем где-то у нас вне кадра за Куку тоже погоня. Да, ему там сбили телепорт. Он баражен, и все же Пак заканчивает ночь, делает даблкил, забирает Сетсу, и очевидно, что Куку тоже шансы есть догнать. Ну, окей, будет сейчас там подхил, а все равно, как избавиться от погони, окей, там есть Дигенаура, которая хотя бы немножечко дает шансы. Сейчас Пак придет, да, и сделать его трипл. Крайне уверена игра, то есть без каких-либо проблем, Хэвенли Грейс, Щиточек, Теркинезы, Юлы, слишком много обила, которые позволяют тебе либо зацепить противника, либо дать какой-то хилл тиммейту, то есть ты в драке просто имеешь вот этот вот перевес по аурам, перевес по обилкам и позволяет тебе в дальнейшем слишком много, скажешь так, с драки выносить, без болезни для себя. Сломали за это время Т2, поднимаются Т3, БКБ есть, Айгис есть, Вампир Фанк еще выбился без леса. Его сейчас не взять, то есть опять же, держит ракеты, повесит щиток, прям сразу он Хэвенли Грейс, окей, и Хэвенли Грейс, и щиток, и вот стоит мужчина 2800 хп, ломает тебе на 17-й минуте барак, и ты ничего не можешь сделать. Гримстрок дайгер купил, видимо, хочет какой-то очень удачный соло бинт повесить. Ну и нужно что-то сделать, потому что очевидно, иначе они проиграют, то есть как сломалась одна сторона, сломается так же и вторая, за те же там лишних 3-4 минуты они могут добить за время действия Айгиса до конца всю базу. Если в прошлой карте хотя бы был шторм, который мог крипскипить и мешать таким образом. Ну и Пах тоже этим занимался, да, здесь слишком немобильные герои получаются, то есть им реально тяжело это делать, и ДК вот пытается выбежать из-под фокуса, из-под урона, флавины не бьют. Мы должны хотя бы здесь фраг зарабатывать. Вот не уверен, слишком близко уже команда, к нему они могут выйти в размен на ДК, если увидят его, и щиточек. Да ладно! И тут Хускар под БКБ прыгает толпу, на него тратится. Видимо, все, что есть у команды, налетает окончательник, лопается вис, после этого забирают Омни Найта. Да, и команда спокойная, без проблем двигается дальше. И пойдем обратно бить Т2 по нижней линии, и опять же, еще и нижнюю линию тоже можно захватить вместе. Ну, судя по всему, до окончания игры у нас минуты 3 осталось, потому что, ну, раз они еще попробуют подраться, ну, два они попробуют подраться, потом база кончится. И тут непонятно, что было бы лучше, да, вот избегает драк не отдаваться, допустим, по одному, но в любом случае теряли бы вышки вне карты и абсолютно зарабатывали бы по-прежнему успешно золото РНГ. Ну, может быть, на хайграунде шансов было бы в пятером таки больше отбиться. А тут уже и фрагов кучи, и вышек потерянных масса, и уже вторая линия просто под углозой сноса. Да, и смотришь на этого ДК с Мидосом, который летает под форму у себя на базе и такой, типа, чё? Не, а что это поделать? То есть у тебя три героя, ты не хочешь-хочешь ставить сюда гирокоптеров против этого парня? Ну, и тут я уже пока могу с дизелятором понять, а почему бы и нет, собственно. Мы заканчиваем игру, у меня есть деньги, и я... я за. Да, опять же, вот хайграунде грейс, щиточки, причем много щиточков еще добавился в этот раз отлича. Опять хайграунде грейс у Рубика, умирает Омни Найт, байбека нету, Виспа пока добить не будут. Туба сейчас тоже догорит, на самом деле просто с копья по-хорошему, да, вон он так и делает. Дабл килл для Моната, расстрел копьем, и попытка прогнать ДК, ДК поймали на Снистер Гейм, с фейфбол от Рубика трипл килл, тем не менее, достаточно Монату, вешает на ультимейт, прыгает на Рейвена, забирая четвертый фраг, и Гудгейм будет ли пятый фраг, позволит ли, да, рэмпэйдж для Моната. И гэгэм. Так что трон сейчас тоже упадет. Вот за 19 минут, 18.58, команда Рейнер ЮАП прямо у очка закрыла подравку, и, как ты видишь, никаких проблем. Да, я до этого в краешком глаз заглядывал в чат, и люди жалуются на то, что, ну, пока фавориты безукоризненно, в общем-то, подтверждают.